Тема сегодняшнего нашего разговора – атомная электростанция «Беларусь». Строительство первой АЭС – один из наиболее масштабных и технологичных проектов, которые мы выполняли совместно с россиянами. Для реализации этого проекта сделано немало. Введен в эксплуатацию и функционирует, выдавая электроэнергию в сеть «Первый энергоблок». С момента включения он выработал уже более 12,5 миллиардов киловатт-часов. Это позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны почти полмиллиарда долларов, свыше 400 миллионов долларов. Результат неплохой для начала. По второму энергоблоку идут мероприятия этапа физического пуска. В апреле этого года запланировано включение в сеть. Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции – это приоритет из приоритетов. Знаете почему? Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции. Учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии – это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода. Присутствующим журналистам просто хочу напомнить, чтобы они не забывали об этом, рассказывая людям, какое было противостояние строительству этой станции. Особенно в 2020 году, во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего. К сожалению, ближайшие наши соседи – Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию. Или они пришли к власти, прикрыли эту атомную станцию, куда тогда было уже уложено около 5 миллиардов долларов. Вот их лицо, на всякий случай. С экономической точки зрения, для энергетической безопасности очень важно обеспечить эффективную работу всей станции. Ее скорейший выход на полную мощность. Я хотел бы сегодня услышать ответы на следующие вопросы. Первое. Как обеспечена безопасность? Выполняются ли все нормы и предписания при строительстве и эксплуатации станций? Я знаю, что россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать, мы Чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва атомной станции на Чернобыле, поэтому безопасность – вопрос номер один. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдению норм при строительстве. Каковы временные перспективы ввода второго энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию? Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроку связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода, на год позже, чем где-то чего-то не доработать. Какие меры предпринимаются для ускорения реализации этого проекта? Ведь основа, реактор, остров – это уже создано, уже доведено до ума. Остались там полтора-два процента каких-то недоделок в целом по строительной части. Когда мы закончим полностью и уйдем с этой площадки? Я сегодня абсолютно открыт для ваших предложений. Если требуется моя помощь, готов сразу же принять необходимое решение. Пожалуйста, Виктор Михайлович, докладывайте общему о ситуации на окончательной стадии строительства атомной станции. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, присутствующий первый энергоблок введен в эксплуатацию 10 июня 2021 года. В 2022 году проведен первый планово-предупредительный ремонт на энергоблоке. И в настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности. Общая строительная и технологическая готовность второго энергоблока составляет порядка 98%. Ведутся работы на завершающей стадии подготовительные для запуска цепной реакции и вывода реакторной установки на минимально контролируемый уровень. Это 1% мощности реактора. По оценке специалистов Генподрядчика и Белорусская АЭС, первое пробное включение турбогенератора в сеть планируется в апреле при 40% мощности реакторной установки. В дальнейшем, в апреле-сентябре, будут последовательно осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Готовность к сдаче АЭС в целом в соответствии с программами ввода в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова